Продолжаем читать книгу Бытия, Библию вернее, книгу Бытия, тоже сороковая глава. Спустя некоторое время после этих событий царский Виночерпий и царский пекарь провинились перед своим владыкой, царем египетским. Разгнелся фараон на своих приближенных Главного Виночерпия и Главного Пекаря и велел посадить их в темницу при доме начальника стража, в ту самую темницу, где сидел Иосиф. Начальник стража назначил Иосифа прислуживать им. Прошло время, и как-то ночью обоим заключенным и царскому Виночерпию и царскому пекарю приснились сны. Каждому приснился свой сон, со своим значением. Иосиф пришел к ним наутро и увидел, что они взволнованы. «Что вас заботит?» — спросил Иосиф. Приближенные фараона, заключенные вместе с Иосифом в доме его господина, ответили. «Увидели сны, а толкователей здесь нет». Иосиф сказал, «Толкование от Бога. Поведайте мне ваши сны». И главный Виночерпий рассказал, «Мне снилось, будто передо мной виноградная лоза. На ней три побега. Они стали расти, появились цветы, показались гроздья, созрели ягоды, а в руке у меня кубок фараона. Я сорвал гроздья, выжил сок в кубок и поднес фараону. «Вот истолкование от его сна», — сказал ему Иосиф. «Три побега — это три дня. Пройдет три дня, и фараон тебя вновь возвысит, вернет тебя на твое прежнее место, и ты снова, как раньше, будешь подавать ему кубок. Но окажу услугу. Когда счастье улыбнется тебе, то не забудь вспомнить обо мне в разговоре с фараоном. Освободи меня отсюда. Ведь меня похитили из еврейской земли, да и здесь я не сделал ничего такого, чтобы бросить меня в темницу». Ван и пекарь увидел, что толкование благоприятное, и сказал Иосифу, «А мне снилось, будто у меня на голове три корзины, верхние всякие лакомства, какие пекут для фараона, и птицы клюют из этой корзины». «Вот истолкование твоего сна», сказал Иосифу. «Три корзины — это три дня. Пройдет три дня, фараон и тебя возвысит. Ты будешь висеть на веселице, и птицы будут клевать твое тело». Вот здесь вот немножко тормозну. За сны многие пытаются их толковать со значением, как будто бы у каждой особенные вещи, которые у вас не видят, одинаковое значение, если она приснилась и в другом сне. Но я скажу так, вот такие вот сны, подобные этим, я не говорю, что когда все заподряд снится, непонятно, что ты просыпаешься и половину забыла, может быть, частично помнишь. Есть особые сны, которые забыть невозможно, ты понимаешь, что это что-то не просто сон. Так вот эти сны нельзя истолковывать с позиции того, что каждый символ есть где-то, типа соник какой-то, который описывает каждый символ, что он значит, типа таким образом истолковать сон не получится. Почему? Потому что такие сны — это язык Бога по отношению к тебе. Он тебе этим самым что-то хочет сказать. Но язык Бога, он может одну и ту же вещь, например, дом, если приснился, в одном сне дом будет значить одно, а в другом сне будет значить совершенно другое. Поэтому здесь нужно просто реально иметь от отца истолкование, чтобы он истолковал, чтобы он дал понимание, что тебе приснилось. Поэтому, если тебе будет что-то снится наподобие этих снов, ни в коем случае не пытайся их толковать на основе вот этих вот элементов, как истолковал их и оси, потому что ты можешь ошибиться и попадешь в неприятную историю из-за неправильного толкования. Поэтому проси толкования у Всевышнего, пусть он тебе даст истолкования тех снов, которые ты, например, до сих пор еще не понимаешь. Молись с братьями и сестрами о том, чтобы отец дал истолкование. Так, через три дня у фараона был день рождения и он устроил пиршество для своих приближенных. Двоих возвысил он в тот день на глазах у всех. Главное на черпе и главного пекаря. Главное на черпе на его прежнее место, чтобы вновь подал фараону кубок, а главного пекаря на виселицу. Все, как предсказывал Иосиф. Но главное на черпе забыл и про Иосифа и про его просьбу. Прошло два года и фараону приснился сон, будто бы стоит он над Нилом, а из Нила выходит семь коров. Вот смотри внимательно кстати. Тут рассказывается про два одинаковых про два вернее сна с совершенно одинаковым значением, совершенно разными символами. То есть о чем я сейчас перед этим тебе и говорю. Красивые и упитанные они пасутся в прибрежных зарослях. Следом выходят из Нила другие семь коров, хилые и тощие становятся с ними рядом. И вот у этих и вот эти хилые и тощие коровы съедают коров красивых и упитанных. Фараон проснулся, а когда снова уснул, то увидел другой сон. Семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие налитые, следом из земли выросли семь колосьев пустых, сожженных суховеем. И вот эти пустые колосья поглотили семь налитых колосьев полных зерном. Фараон проснулся. Такого был его сон. то есть видишь сначала коровы, а в другом сне колосье. То есть если говорить с точки зрения того, как даже сейчас пытаются так сказать христианские проповедники толковать сны на основе того, что вот этот символ это значит а вот этот это значит то почему тогда здесь два сна с одинаковым смысловым значением но с разными совершенно символами совершенно разные символы ну ты же не скажешь что колосья и кровы это одинаковые вещи вообще даже близко не стоит то есть толкование было не на основе ну впоследствии Осип будет толковать не на основе символов которые значили почему и не могли истолковать мудрецы фараоновы хотя толковали видимо достаточно много и достаточно точно что фараону там бывало снилось а здесь не могли истолковать а Иосиф истолковал почему потому что он придерживался не толкования людей этого мира в которой жили в то время а того что дух Ишоха Машех открывал поэтому Осип смог истолковать потому что он не основывался на учениях мирских учениях колдовских учениях вот этих вот всех христианских так скажем основан был на том что ему отец открывал на данный момент в данное время на утро встревоженный он созвал всех египетских магов и мудрецов рассказал им свое сновидение но никто не мог его истолковать то есть видим никто не способен был его истолковать потому что два сна имели совершенно одинаковый смысл но с разными совершенно символами тогда сказал фараону главный виночерпи вспоминаю я свой былой грех как-то раз прогневался фараон на рабов своих велел заключить меня в дом начальника стражи вместе с главным пекарем однажды ночью нам обоим приснились сны каждому свой сон со своим значением а при нас были слуга евреи раб начальника стражи мы рассказали ему наши сны и он истолковал их нам каждому сказал что значит его сон как говорил он нам так и вышло меня вернули на прежнее место а того другого повесили и вот здесь вот смотри тоже интересно что а здесь можно увидеть руку божью почему виночерпи и вот этого вот хлебандара хлебопека посадили почему вдруг вот этот вот виночерпий что-то сделал такое что фараону крайне не понравилось не рассказывается что там произошло и то же самое хлебодар то есть это не рассказывается но что интересно этот элемент необходим был для того чтобы иосиф оказался на престоле на престоле египта цена нету мороженого этот элемент был крайне необходим если бы не было этого элемента иосиф наверняка бы наверно не был бы просто напросто на престоле египта то есть важный вообще важнючий элемент ты не можешь предугадать конечно же действия бог очень часто не открывает почему потому что крайне отец обеспокоен тем чтобы ты не узнал некоторых вещей потому что ты поступишь крайне не так как он хочет поэтому не открывает вот здесь вот элемент такой интересный то есть это все необходимо было все нужно было то есть если бы этого не было то извините меня тогда бы просто иосиф не смог бы кто бы рассказал фараону о том что такой человек истолковывает сны то есть здесь есть такая философская такая задумка раздумка размышления о том что же произошло почему то есть значит каждый элемент в плане отца он важен и казалось бы да человек поступил плохо наверняка фараон не просто так развозлился на виночерпе и хлебодара наверняка они что-то сделали то что действительно нанесло оскорбление совести там чувствовал я не знаю чему-то фараону фараон у них был за место бога можно сказать и одно его слово уже было законно неважно как было написано там в правилах которые были в египте самое главное чтобы он сказал слово когда он говорил слово какое-то чтобы сделать то-то и то-то делали повиновались его слову беспрекословно то есть это о чем говорит о том что фараон просто-напросто ну могло не понравится то же самое вину какое-то может быть где-то муха попала да или какой-то червячок там или еще что-то там резинка и он просто сказал ее мое вы что ребята все посадите в тюрьму и я решу что с ними делать потом вот то есть как бы так сказать но это опять же к чему не просто так это все в этом был план еш хамаши не стоит здесь судить хорошо это или плохо это я как-то говорил что вне вне вообще вот этого мира там нету такого понятия это добро вот вот это зло то есть ты не можешь в царстве бога определять это зло это добро ты не вправе это делать потому что то что тебе может казаться злом может оказаться добром на самом деле А то, что тебе кажется добром, оно может оказаться злом. То есть здесь судить нельзя вообще никак о том, зло это, добро это, хорошо Бог сделает, нехорошо. Просто следим за событиями, которые происходят, анализируем и делаем выводы, что папа делает все, что он хочет. И все делает во благо кому? Детям своим. Так что не переживай. Фараон послал за Иосифом. Его поспешно вывели из темницы, побрили, переодели, и он предстал перед фараоном. Фараон сказал, я видел сон, но никто не может истолковать его, а ты, говорят, как услышишь сон, сразу его истолковываешь. Иосиф ответил, не я, Бог дает истолкование во благо фараону. И фараон рассказал Иосифу, мне снилось, будто стою я на берегу Нила. А из Нила выходят семь коров, упитанные и красивые. Они пасутся в прибрежных зарослях, а следом за ними из Нила выходят другие семь коров. Тощие, хилые, кожа да кости. Я нигде в Египте не видывал таких хилых коров. Эти коровы тощие и хилые съедают им упитанных коров. Те исчезли у них в животах, но не было заметно, чтобы животы наполнились. Коровы остались такими же тощими, как и прежде. И я проснулся. А потом я видел другой сон. Семь колосьев выросли на одном стебле. Хорошие, полные зерна. А за ними следом поднялись семь колосьев тощих, пустых, сожженных суховеем. И эти тощие колосьи без остатка поглотили семь хороших колосьев. Я поведал свои сны магам, но они ничего не объяснили. Вот здесь тоже интересный такой элемент есть, когда я тебе могу гарантировать, что все маги, колдуны, ведьмы, вражи, они выводы делают на основе того, что они увидели и услышали. Увидели там ситуацию, они считают, что эта ситуация идеальна, такая же ситуация, и будет дальше. То есть, как бы, вот, есть какая-то фишка, она произошла, значит, вот так вот и будет. В этом их проблема. Они не слышат Бога, они не понимают Бога, они не знают Бога. И они делают выводы, как вот, например, те же самые компьютеры, на основе программы, которая в них вложена, и дальше не могут двигаться. Дети же боли, движимый духом, и шуахом, а шеха, который, в принципе, может творить все новое, и творить все новое, и раз он творит все новое, то, соответственно, ты не можешь основываться на чем-то, что ты знаешь. Ты должен основываться на том, что он тебе открывает, и то, что он тебе открыл, то и актуально на тот момент, когда он тебе открыл. Завтра оно может оказаться неактуальным. Услышь меня, завтра, то, что тебе сегодня открыл, и шуах, дух, ровах, ровах, окодыш, завтра тебе может быть вообще неактуальным. То есть, я не говорю о том, что вот это вот актуально, значит, оно завтра неактуально, оно может и завтра быть актуальным. Ты не можешь просто делать ни из чего правил, вообще. Ты не можешь, например, прочитав Библию, а, у них так было, Бог вот там вот так поступал, значит, с тобой так будет поступать. Нет? Нет? А с тобой может совершенно по-другому поступать, и вообще, как ни с кем не поступал никогда. И в твоей жизни могут произойти ситуации, события, которые ни у кого ни у кого не происходили, и ты, может быть, будешь одним из единственных экземпляров, на котором отец покажет пример того, как он еще поступает, может поступить. Разве до фараона были какие-то подобные ситуации? А после фараона? Вот я именно про эту ситуацию. Разве были что-то наподобие? Нет? Не было. А море раздвинутое, которое Моисей по повелению Всевышнего раздвинул, разве что-то до этого было подобное? А после? Ты где-нибудь слышал, чтобы кто-то еще море раздвигал? То есть, а колдуны могут так, смотри, как они действуют, как двигаются. Например, Моисей встал, палкой махнул, и море стало раздвигаться. И вот они точно так же попытаются сделать. Они пытаются повторить, они пытаются действия повторить, думают, что вот сверхъестественное, оно зависит от того, что ты какие-то действия сделаешь, ты предпримешь какие-то шаги. Но на самом деле сверхъестественное движение в духовном мире, оно зависит не от того, какие действия могут кто-то сделать, а от того, что Всевышний скажет, от того, что Он захочет. То есть здесь нужно иметь здравомыслие. И сказал фараону Иосиф, это не два сна, а один. Бог открывает фараону, что он намерен сделать. Семь хороших коров означает семь лет, и семь хороших колосев это тоже семь лет. Так что это один и тот же сон. А что за ними следом вышли семь коров, худых и скверных, это следующие семь лет. И семь пустых колосьев, сожженных суховеем, означают то же самое, семь лет голода. Как я уже говорил фараону, Бог показывает фараону, что он намерен сделать. Наступают семь лет изобилия. Вот смотри, обрати внимание. Бог показывает фараону, Всевышний показывает фараону, что он намерен сделать. Имея в виду, некоторые считают, что Бог только благословляет. Отнюдь, почему-то семь лет изобилия от Бога, а семь лет голода типа сатана наслал. Почему, что Дайосиф сказал, что Бог намерен сделать. То есть нужно учитывать вот эти вот вещи, нужно смотреть реально. Папу не воспринимать только вот. Он не злой, не добрый. Нельзя его каким-то таким благой. Он благ, он благодать. Как я уже говорил, фараону Бог показывает фараону, что он намерен сделать. Наступает семь лет изобилия по всей египетской земле, но за ним идут семь лет голода, такого, что все прежние изобилия исчезнут, без следа. Голод опустошит страну. От былого изобилия и следа не оставит. От былого изобилия и следа не оставит. Таким сильным будет этот голод. А дважды этот сон приснился, потому что это все Богом уже решено. И он скоро исполнит свое решение. Так пусть же фараон выберет человека мудрого, принципиального, ай, проницательного, и поставит его управлять Египтом. И пусть по всей стране фараон назначит чиновников, чтобы в грядущие семь лет изобилия взимать с народа пятую часть урожая и собирать зерно в городах в царские закрома. Тогда в стране будут запасы на семь лет голода, который наступит в Египте. И страна переживет этот голод. Слова Иосифа пришлись по душе фараона, его приближенным. Другого такого человека не найти, сказал фараон, своим приближенным. В нем дух Божий. Потом он обратился к Иосифу. Раз Бог открыл, а тебе все это значит нет, никого мудрее и проницательнее тебя. Отныне ты будешь править моими владениями, и мой народ будет тебя слушаться. Лишь царским саном я буду выше тебя. Смотри, сказал фараон Иосифу, я делаю тебя правителем всего Египта. Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Он облачил Иосифа в одежде из тончайшего ряда и возложил ему на шею золотую цепь. Он дал Иосифу колесницу, предназначенную для второго человека в государстве. И перед Иосифом, когда он ехал, не носил крик. Аврех. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта. Вот моя воля, воля фараона, сказал он Иосифу. Отныне без твоего ведома по всей египетской земле никто шага не посмеет ступить. Рукой не шевельнет. Фараон нарек Иосифу новое имя Сафнат Панех и отдал ему в жены Асанат, дочь Поти Перы, галеопольского жреца, и отправился Иосифу управлять Египтом. 30 лет было Иосифу в ту пору, когда он стал служить фараону, царю египетскому. Вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю. В течение семи плодородных лет земля давала обильное урожай. Все зерно, которое в эти годы собирал и в Египте, Иосиф распределял по городам, в каждый город, урожай с окрестных полей. Он собрал зерна, что песка морского, столько, что и считать перестал, не счесть. В это время, еще до наступления голода, Асанат, дочь галеопольского жреца Поти Перы, родила Иосифу двоих сыновей. Первенцу Иосиф дал имя Манасия, что означало, Бог дал мне забыть и все мои горести, и отчет дом мой. А второго назвал Иосиф, что означало, сделал меня Бог плодоносным в земле страданий моих. Семь плодородных лет в Египте подошли к концу, настали, как и предсказывал Иосиф, семь лет голода. Этот голод поразил все страны, но в Египте повсюду были запасы зерна. Когда настал голод, и египтяне стали просить у фараона хлеба, фараон сказал, идите к Иосифу и делайте, что скажет Иосиф. Во всем мире был голод. Иосиф открыл житницы и стал продавать египтянам зерно. Голод в Египте становился все сильнее. Из соседних стран тоже шли за зерном в Египет. К Иосифу, так как голод свирепствовал по всей земле. На этом заканчиваю эту часть. Смотрите следующую.